Я постараюсь сдержанно говорить, но очень больно, потому что еще все живет в средине этой. Я думаю, что должно пройти немало времени, чтобы думать или вспоминать об этом без слез, и не знаю, пройдет ли это время. Вы знаете, когда начали стрелять и когда начали бомбить, мы как-то сразу поняли всю серьезность и опасность происходящего. Мы живем в таком очень интересном месте. Впереди нас Буча, сзади Бородянка, слева Ирпень, слева Гастомель, а справа Ирпень. И мы в центре, и так происходило, что сначала оттуда стреляли, потом оттуда, потом это все сходилось над нашим селом, над нашим домом, и было страшно. Дети плакали, дети боялись, младшие детки мочились, они были в истерике, и невозможно было смотреть без боли на детей. И нам удавалось все время сдерживать деток, и утешать их, подкреплять. Мы много молились, мы пели, мы много говорили с ними. И до какого-то момента у нас было с Женей такое откровение, что нам нужно оставаться на месте, и здесь мы будем спасены. Просто оставаться на месте, никуда не идти. Но потом мы от своих друзей узнали, что происходит в Буче. Мы знали, что Буча усеяна трупами, и мы знали, какое насилие там происходит. Мир еще этого не знал, мы уже знали. И я поняла, мне нужно спасать детей, хотя бы младших. У нас дети не все здоровые, есть дети с диагнозами, сложными диагнозами. И я понимала, что мне нужно выводить их отсюда и увозить подальше от войны. И одна из организаций в Испании, с которыми мы сотрудничаем довольно долго, они занимаются отдыхом детей там, в своей стране, и приглашали иногда наших детей. Они одни из первых предложили нам помощь, и мы согласились. И я поняла, что я буду в Испанию деток отправлять просто подальше отсюда. Я была девятый день в посте, мы собрали семерых младших детей, двух старших дочерей. Мы были в полной оккупации, на нашей улице стояли танки, военные. И мы пошли с детьми пешком, просто через этих солдат, через эти танки. Мы пошли с детьми по железной дороге, лесом. Мы шли пешком около 10 километров. И мои дети, на удивление, знаете, они шли просто как солдатики, такие послушно шли. И у одной девочки в дороге случился приступ. Приступ ДЦП у нее, и у нее ножку начало заворачивать, она не могла идти. И мы задержались. Здесь мы знали уже, что в Ворзеле, мы шли в Ворзель. Мы знали, что в Ворзеле уже открыты коридоры, и кое-кому удавалось выехать. И мы шли туда, в Ворзель. Но из-за того, что одной из дочерей случился этот приступ, мы опоздали. Мы опоздали, мы приехали, когда уже все уехали. И мы остались на улице, это было холодно, дети были уставшие. Мы просто стояли на вокзале, и я точно знала, что мы не будем возвращаться. Нам нельзя было возвращаться. Я должна была увезти отсюда детей. Я должна была убрать их отсюда. И к нам подошли люди, увидели, что я стою с девятью детьми, и они предложили нам в один из заставленных домов пойти переночевать там. Нас сразу предупредили. Свет не включайте, разговаривайте шепотом. В окна не смотрите, шторы не открывайте, воду не включайте. Ну, сразу нас предупредили, ничего не делайте в этом доме. Все очень опасно. Когда сосед выглянул, ему отстрелили голову, вот в такой дом нас привели, и уже было темно, мы не видели вообще, что происходит. И когда мы уже улеглись, уложили деток всех, то оказалось, что сразу за этим домом, в котором мы ночевали, может быть, в метрах двухстах, может быть, меньше стояла установка «Град», которая направляла свои выстрелы в сторону Киева. И где-то минут через сорок начался очень тяжелый бой, страшный бой. Я очень благодарна Богу за то, что дети, они настолько были уставшие, что они даже не слышали. Они просто спали очень крепко. Знаете, до этого стреляли, стреляли очень близко. Дом дрожал наш, земля содрогалась. Но это было совсем другое. Просто при каждом залпе содрогались все внутренности. Это когда ты все чувствуешь внутри себя, каждый орган. И когда мы утром вышли, то оказалось, что эвакуации не будет уже, что не будет никаких автобусов. К нам подошли военные, увидели меня с группой детей и сказали, мы можем вас вывезти в Белоруссию. Это были белорусы. И я сказала, нет. И я знала также, что мы домой не должны возвращаться. И я увидела группу людей, мужчин, которые просто в свои машины собирались колонной выезжать. И я подошла к одному молодому человеку и сказала, пожалуйста, вывезите моих детей. Этих детей нужно вывезти отсюда. Это особенные дети, это непростые дети. Это дети, которые принадлежат Господу. Вывезите их отсюда. И он подошел к нескольким машинам, высадил оттуда людей. И просто штабелями запихал моих деток, и их вывезли. Их перевезли в безопасное место. Старший сын приехал, их забрал. И уже через несколько дней они были в Испании. Там встретила их эта организация. Расселили по семьям. И я радовалась, что дети в безопасности. Но дома еще оставалось девять. И у нас уже стали открывать зеленые коридоры. И мы стали думать о том, как бы нам остальных отправить. Я очень хотела отправить девочек в первую очередь. И я боялась, потому что у нас на улицах, на нашей улице и буряты были. И в общем, я хотела девочек отправить. И мы первым зеленым коридором отправили девочек. Вторым мы отправили всех остальных детей. И дети точно так же беспрепятственно должны были пересечь границу. И поехать в Испанию. Но за эти несколько дней поменялись законы про ретейную кордону. И детей не выпускали уже без сопровождающих, взрослых, без родителей. Поэтому нужно было мне ехать и переводить детей через границу. Но я не могла, потому что мы были в полной оккупации. И шли очень тяжелые бои. И невозможно было выйти никак. Просто никак. Но я понимала, что мне нужно это сделать. Что мне нужно детей просто подальше от войны увезти. Потому что дети сильно настрадались. И им нужно было просто какое-то время хотя бы побыть в другой стране, успокоиться, нормально, тихо спать. И я сказала мужу, я сказала, Женя, отпусти меня к детям. Отпусти меня. Мы хотели идти вместе, но потом в какую-то минуту, последние минуты практически он сказал, нет, я останусь. Я собрала все документы детей. Это большая папка, потому что на каждого ребенка там 2-3 бумаги, решение суда и многие там другие бумаги, их диагнозы, свидетельства. И уже практически перед самым выходом я спросила, где наша большая фотография, там где вся семья. И Женя дал мне эту фотографию, я положила к документам и пошла. Первые три блокпоста я прошла, ну скажу так, нормально. Я разговаривала с этими ребятами, я проповедовала им. В общем, они не сильно препятствовали. Но когда я подошла к последнему, я когда подходила, я не сразу могла рассмотреть лица этих людей, которым я приближаюсь. Но когда я уже совсем близко подошла к ним, то я не успела еще даже ничего сказать, как-то не успела сообразить. Только на спине у одного я увидела написано «Грозный». И я подошла, и один из них сразу сбил меня ударом в плечо с ног. Я даже ничего не успела сообразить. И потом он за волосы подтянул меня, начал бить по ногам, чтобы я легла в растяжку. Высыпали все мои вещи, документы. И когда они достали папку с документами, они видели, что там много разных бумаг, свидетельства о рождении, нотариальные, разные бумаги. Они понимали, что это какие-то документы, но они не могли прочесть, потому что все на украинском языке. И тогда один очень сильно начал нервничать и спрашивать меня, какие данные я несу, куда я несу, где мой штаб, где наше расположение. В общем, он задавал какие-то вопросы, а я ничего не могла ответить, потому что второй очень сильно меня прижал к земле. Потом один резко меня поднял за волосы и приставил дуло автомата к горлу. Он начал очень сильно вдавливать этот дуло. Как-то Бог меня заморозил в это время, в эту минуту. Я ничего не чувствовала, кроме боли, конечно. Я ни о чем не думала, я не могла молиться даже внутри себя. Просто все замерзло, все остановилось. Он вдавливал, вдавливал этот дуло и говорит, ну что, поиграем в зайчика. И мне удалось выдавить ответ. Я сказала, нет, я не буду с тобой ни во что играть. Хочешь застрелить ко всем твоим грехам еще один. И вдруг один из тех, который смотрел документы, достал фотографию. Он начал рассматривать ее и подошел, спросил, это твои дети? Я сказала, да, это мои дети. Тогда он обратился к этому офицеру и сказал, отпусти, это мать. И тот опустил дуло. Когда он вдавливал дуло автомата, он смотрел на меня. Я смотрела ему в глаза, и я никогда не видела таких глаз. Это глаза, которые не имеют цвета, не имеют чувств, не имеют формы, не имеют жизни. Просто две огромные черные дыры, в которых абсолютно ничего нет. Пустота. После того, когда они меня отпустили, они разрешили собрать мне все документы, вещи. Я шла еще несколько километров к территории, на которой уже были наши солдаты. И там уже встретили меня друзья и отвезли к детям. И я тогда поняла, что эта война, она, эти люди, которые пришли к нам с войной, они пришли не только для того, чтобы забрать территории наши. Они пришли, чтобы забрать территории наших семей, забрать территории наших церквей. Они пришли для того, чтобы забрать территории наших сердец. И я молилась и говорила, Господь, я не знаю, как молиться за врагов, я не умею, но я просто прошу Тебя, чтобы враг не отобрал те территории моего сердца, которые принадлежат Тебе, человеколюбие, милосердие, пусть это не будет отобрано врагом. Просто защити моё сердце от этого всего, чтобы оно не очерствело, чтобы мне не наполниться ненавистью. И когда я приехала к детям, и мы переехали границу, мы приехали в Испанию, сразу же к президенту ассоциации я обратилась с просьбой, чтобы мне встретиться с моими детьми. И она какое-то время не отвечала, всё как-то говорила так ни о чём. И когда она уже увидела, что я очень настойчива, она сказала, ну вы не сможете пока с ними видеться, может быть, раз в месяц. Я говорю, как это раз в месяц, это мои дети, я приехала, я хочу забрать своих детей. И она мне сказала, ну извините, но вы не сможете. И когда я не получала чётких ответов, я начала звонить в разные организации, я начала поднимать переводчиков, которые работали с этой организацией, с теми людьми, которые связывались с нами здесь, в Украину. Ну и со мной связался шеф департамента по защите детей, меня на следующий день пригласили туда. И мне сказали, что, в общем-то, ваши дети уже не ваши. Они прибыли сюда, в Испанию без вас, и мы раздали их по семьям и оформили уже опекунство на эти семьи. Не трогайте детей, не тревожьте их, им хорошо, они счастливы, о них заботятся, у них всё есть. И одна из переводчиц, она этому шефу хотела меня представить как ненормальную психичную женщину, психическую, которая травмирована войной, знаете, которая приехала, сейчас будет выдирать детей здесь. И я понимала, что она делает, я понимала, что она говорит этим людям, поэтому я молилась, и я очень просила Бога, чтобы Бог дал мне понимание, как мне вести себя в этой ситуации, что я должна делать, что я должна говорить. Было очень непросто, знаете, одна война, тут другая война вдруг пришла в мою жизнь. И я понимала, мне нужно сражаться со своих детей, это мои дети, и я говорила, Господь, это мои дети, это Твои дети. И у меня была очень такая тяжёлая, такая пиковая ночь, знаете, когда я просто как вода разлилась пред Господом, и я говорила, Господь, просто скажи мне, что я должна делать, ну скажи так, чтобы я понимала Тебя. И через несколько часов Бог проговорил в моё сердце, Он сказал мне, просто проповедуй этим людям. Эти все люди должны услышать обо мне. И я поняла, что почему так трудно, почему так тяжело, почему такой путь. Я поняла, что слово, которое я буду говорить, оно должно быть в силе. А сила, нашему слову, она не приходит на пустом месте. И меня очень подкрепило это слово, меня очень утешило. И каждый раз, встречаясь с этими людьми, я была спокойна, я была уверена в том, что я вернула своих детей. Я чувствовала присутствие Божье, я чувствовала Его поддержку. И это был непростой путь, но детей вернули. Когда они через две недели начали привозить ко мне детей, по одному, по два, потом начальник департамента сказал, что, ну вообще у нас такие вопросы не решаются так быстро, и мы сами не знаем, как это вообще у вас так всё получилось. И я каждый раз ему говорила, это Бог, это Господь, это Господь заступился за нас, за наших детей. Потом нас не выпускали, нам не разрешали выезжать из страны. И на последней встрече он спросил меня, почему вы хотите вернуться в Украину? Ну скажите мне так, чтобы я понял, чтобы у меня больше не было никаких вопросов. И я сказала, это наша страна, и наша страна в беде. И каждый человек, который может что-то сделать для своей страны, должен быть там. И он сказал, езжайте. И нас отпустили, и мы приехали, и я благодарна Богу за тот путь, который я прошла, которым провёл меня Господь. И знаете, у нас есть у всех ответы на трудное время. Бог заранее нас всех готовит к этому. Как добрый учитель готовит своих учеников к экзамену. Так наш добрый Бог готовит нас к любым трудностям, к любым испытаниям, заранее давая нам ответы. Аминь. 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 Продолжение следует...